Хорошо, я продолжу тему, которую развивал Булат на предыдущем выступлении своем. Причем, видимо, буду как-то ему абонировать, даже можно сказать. Скрывать ошибку, которая у него содержится. Тема доклада в трех словах нужно ее описать. Это темпоральность, интерсубъективность и реальность. Как они связаны. Ну и тезис, сразу забегу вперед. Считаю, что это правильно, строить свой доклад так. Забегу вперед, скажу, что тезис будет следующий. Проблема, которая лежит, проблема интерсубъективности, проблема, каким образом мир, который по видимости в первом приближении, по первой видимости философской, является только моим и только твоим. У каждого есть, как вы выражаетесь, свой субъектный или субъективный мир. Каким образом этот мир оказывается общим? Вот эта проблема интерсубъективности является той же самой проблемой, что и проблема темпоральности субъекта. А именно, каким образом субъект для самого себя и его реальность остается той же самой. То есть, каким образом субъект оказывается тождественным на самом себе и способен сохранять себя во времени и сохранять во времени какой-либо объект, отождествляя его, как бы этот объект, с ним же в следующий момент. Вот как бы этот тезис. Теперь постараюсь развернуть. Собственно, доклад будет короткий. Я надеюсь, там минут в пять уложится. Потом можно пообсуждать, не затягивать. Действительно, начнем с развлечения данности и реальности. Данность – это то, что есть то, что дано. Я буду, так сказать, может быть, отличие моего доклада будет в том, что я сразу, опять же, как некая данная, но данная, конечно, совсем в другом виде, нежели какое-то сущие, какую-то данность, скажу, что все, конечно, у нас временно. То есть, вот есть данность текущая, и каким-то странным образом эта данность текущая сменяется в следующий момент другой данностью. И очень странно и требует определенной работы и прояснения, каким образом некий объект в текущей данности, вот этой самой субъективной, как вы любите выражаться, каким образом этот объект и некий другой объект в последующей субъективной данности может быть отождествлен. На каком основании, спрашивается. Ведь эти данности, они не пересекаются. Они как бы не даны одновременно. Одна данность сменяет другую. Вот есть дерево, вот в следующей данности тоже, говорим, есть дерево. Но каким образом мы отождествляем одно дерево и другое? Или, скажем, было дерево, вот, оказалось, мы подошли ближе, оказалось, что это человек. Дело не только в том, что мы подошли ближе. Дело в том, что у нас одна данность сменила другую. У нас время вступило в игру. И вступив в игру, оно каким-то образом, опять же, заставляет нас странным образом отождествлять это дерево и человека. То есть, когда мы... Почему мы говорим, что мы ошиблись, да? Что дерево было иллюзией. Потому что мы, с одной стороны, отождествили их, как один и тот же объект. А с другой стороны, они являются, в принципе, разными сущими. Вот. Поэтому я и говорю, что различие между реальностью и данностью проходит внутри данности. Что это значит? Это значит, что у нас есть множество данностей. Вот. И мы уже, будучи даже вот этим одним субъектом, никого другого нет, да, в этот момент. Уже даже будучи одним субъектом, мы вынуждены с самим собой будущим и с самим собой прошлым вступать в коммуникацию и договариваться, да, так сказать, о том, что есть реальность. Мы не можем избежать вот этого вот столкновения интерсубъективного, даже живя вот этой одинокой, как выражаются феноменологи, да, одинокой жизнью. То есть, собственно, провал проекта феноменологии состоит в том, что даже с самим собой я отношусь как с другим. Это фундаментальный факт. Мы можем сейчас как бы о нем поспорить. Вот, собственно, это единственное положение моего доклада, которое, из которого потом все вытекает, как мне кажется, ну, так сказать, непосредственно логически. Положение такое. Мы с самим собой соотнесены как с другим. Соответственно, факт состоит, опять же, в том, что каким-то образом, вот мне лично непонятно, да, но, собственно, в этом, как бы, философская тайна, скажем так, и заключена, не разработанная. Каким-то образом мы практически, вот, это самоотождествление, да, сохранение себя как себя и отождествление каких-то объектов из данности текущей и данности, там, последующей, мы каким-то образом это осуществляем. Точно так же, точно так же говорю я, мы способны и коммуницировать с другим. То есть даже для самого себя, чтобы для самого себя сохранить какие-то смыслы, дело ведь не только в том, что объект уходит, да. Вот когда мне дан некий объект, сейчас, здесь и сейчас, я, он является для меня непосредственным. Он мне дан, мне не нужно, как бы, придумывать какие-то слова, да, чтобы фиксировать его значение, потому что он всегда присутствует здесь. Проблема же состоит в том, что когда он исчезнет, и на его месте возникнет какой-то другой, может быть, тот же самый, да, но чтобы просто их сравнить между собой, мне нужно каким-то образом передать самому себе, я так сказать, в будущее, то, что я имел перед собой. Вот тут и возникает знак, тут и возникает язык, как таковой, даже для этого одинокого субъекта. Он сам с собой должен осуществить коммуникацию. Более того, он должен создать такой знак языковой, который будет удерживать смысл в отсутствии объекта. То есть, легко произнести слово, имея рядом объект, и произнести слово, и как бы установить вот это вот соответствие знака и вещи, когда они оба даны. Это непосредственное указание, собственно, есть. Когда же вещь исчезла, когда объект ушел, вот, этот знак должен сохранять значение. Собственно, речь идет о том, что язык, который даже в жизни вот этого одинокого субъекта выстраивается им чудесным образом, я говорю, здесь присутствует какая-то тайна, даже этот язык уже является языком, я бы сказал так, основанным на антологии отсутствия. То есть, языком, который способен значить в отсутствии вот этого вот означаемой вещи, да, то есть, вот означающие, они оторваны от, означаемого, причем оторваны бытийным способом. То есть, означаемого уже нет. Означающее все еще значит. Это очень важно, потому что только благодаря этому, опять же, мы самим себе, можем даже самим себе написать записку, да, так сказать, и отправить ее в будущее, и потом ее прочитать. Вот. Собственно, речь идет о том, что чудесным образом это происходит ежесекундно. Вот. И когда мы понимаем, что мы способны коммуницировать с собой, вот, и преодолевать, эту непреодолимую пропасть, вот, различие, для нас уже не настолько удивительным, как казалось до этого, является вот эта вот проблема интерсубъективности. Потому что она ничем не отличается принципиально от вот этой проблемы тождества субъекта во времени. Ничем. Вот, собственно, такой мой тезис, который говорит о том, еще раз-то закруглю, что пытаться построить какую-либо философию мне субъективность как что-то замкнутое на себя, как что-то, что не имеет внутри себя разрыва, потому что, вот, обратите внимание, вот эта необходимость соотноситься с самим собой как с другим и самому себе как другому, которому не дано нечто, объяснять то, что тебе сейчас дано, это размыкает субъективность. То есть, так и возникает объективность как таковая. То, что, вот, вдумайтесь, опять же, в понятии науки. Понятие науки, это не просто то, что для тебя так, и для меня так, и для него так. Нет. Понятие науки в большинстве своем, да, ну, я просто не знаю другого, да, оно всегда пытается обнаружить закон, который верен не просто здесь, там, для того, другого, для Васи и Пети, но и нечто постоянное во времени, да, то есть, этот закон, он всегда лежит где-то вне времени, он вне времени. Даже если этот закон, там, говорит о каких-то изменениях временных. Это важно. Важно потому, что, мысль потерял, да, это важно. Потому что опыт не очень важен, получается. Это важно, потому что, потому что, но он не может, потому что следующий опыт может его проверить. Индуктивная проблема есть, да, проблема есть. Сколько бы мы не подтверждали закон, а сам бы мы его не хотим. Я здесь хотел сказать следующее, вот, я здесь хотел сказать, что, поскольку вот это сохранение во времени является неизбежным атрибутом научности, мы понимаем, ну и неизбежным атрибутом объективности, вот, мы понимаем, что, когда речь идет о сохранении себя во времени, так сказать, это вещи связаны. Ну, я понимаю, по крайней мере, может быть, это, сейчас я не очень хорошо раскрыл, надо подумать. с точки зрения феноменальной, это можно показать. Если ты в ее бросаешь какие-то стрелы, то ты, когда вводишь время, ты уже вышел из ее предела, потому что время это не коровая концепция. почему? Нет, на самом деле, нет, факт состоит в том, что объекты перед тобой меняются. А феноменальность опыта состоит в том, что ты уже каким-то образом умеешь самому себя отождествлять. Уже в самом опыте это уже тебе ясно. И то, что ты это обсуждаешь, это уже выход за феноменальный опыт. И уже некого рода интерпретация, некоторого рода теория. Уже в самом опыте раскрыто каким-то образом, что ты сам себе отождественен, и ты сам как бы сохраняешь свое время. Почему ты это очевидно? Хотя это и чудо, конечно. Есть несколько моментов. Про язык. Я бы немножко убрал одним аргументом. Потому что и для животных все это работает. И в совместной деятельности животных, и в их субъектной действительности. Для них оставленная шишка остается на зиму оставленной шишкой в этом месте без всякого языка. Потому что язык здесь немножко, он важен, все правильно, хорошо, но он немножко из другой темы. Ну, нет, понимаете, в чем дело. Вопрос самосознания, чтобы, речь идет о том, чтобы не просто автоматически в новой появившейся данности действовать согласно этой новой данности. Если шишка остается шишкой, то ты и действуешь так, как действовал. Нет, речь идет о том, чтобы себя еще осознавать, как того же самого. речь идет о самосознании, о таком феномене, как самосознание. Я думаю, что животное... Это открытый вопрос, да? Я не готов к самосознанию животного. Онтологически здесь без разницы, животное или человек. Когда мы говорим о том, что оно воспринимает это. Я не берусь рассуждать в категориях животное и человек, но это важно с точки зрения развлечения сознания и самосознания. Конечно, важно. А что кому принадлежит, я знаю, что человеку, так сказать, ну или мне, принадлежит и сознание, и самосознание, а что с животным мне трудно. То есть, может быть, какие-то опыты могут продемонстрировать, что у него есть самосознание. Я говорю только о том, что проблема самосознания на нашем уровне разговоре о данной сериальности, она не является не то, что первичной, а где-то там. Вы можете, да, но у меня не было задачи говорить именно о данной сериальности. Я говорил скорее о том, что вот проблема интерсубъективности и проблема темпоральности, с моей точки зрения... Можно я как-то, может быть, поясню мысль Антона, как я ее понял. Он просто, Антон утверждает на себе, что как бы мы не обсуждали все эти проблемы, мы бы эти проблемы обсуждаем вне времени. То есть, мы философы, вот здесь сели. Но постоянно, но постоянно, но постоянно апеллируя к опыту, который временем. Постоянно апеллируя к этому. А он говорит, что на самом-то деле, как бы, иллюминируя время, да, из наших всех обсуждений, концепций и прочих, у нас данность есть существенная. Да, да. Мы закончили произведение. А теперь следующий вопрос. Мне бы как бы казалось, что интерсубъективность приносится извне. То есть, мы не благодаря нашему опыту во времени можем что-то коммуницировать. А наш опыт во времени, это есть следствие нашего воспитания и уже существования в социуме. Ну вот, то есть, не то, что мы возьмем отдельно себя в джунглях, проделываем все это, потом вернемся в социум, будем коммуницировать. То есть, это уже, это есть условия вообще нашей человечности. Ну, субъектности. А не как бы... Тут два ответа, Во-первых, можно мыслить и так, да. Это как бы самый простой. Второй ответ, что значит, что первично, что вторично, в каком смысле? Может быть, исторический и, скажем так, физический, первичный, можно сказать. В антогенезе, можно сказать. В антогенезе, да. То есть, как бы, ну, я и говорю, это одновременно исторический и физический. Первично, действительно, общественный характер существования человека, который... Да, да, да. Но логически, одновременно, логически, вот как ни странно, может быть, обратный порядок первичности. Да, да, да. И я, скорее, говорю про логический порядок в этом смысле. То есть, непонятно, каким образом человек, не имея какого-то различия, не имея способности что-то различать, может научиться это различать. Это не очень ясно, да. То есть, если я не могу, ну, собственно, как меня можно научить, допустим, времени, да, или как вот меня можно научить вот этому различию данности и реальности. моя позиция, как, ну, условного феноменолога, я бы сказал, да, состоит в том, что вот все различия, которые я смогу провести, они должны быть уже в моем опыте. Вот, каким-то образом. Может быть, они не даны вот ежесекундно, вот как именно этот срез мгновенный, да, может быть, они возникают в качестве как бы опосредованного различия благодаря вот этой временному движению, работе какой-то... Это похоже на то, как, на самом деле, чтобы увидеть стол, надо как бы идею стола знать заранее. Естественно, да. Вопрос еще один. Значит, правильно я понял, что вот этот временной характер, именно временность восприятия и данности, осознание своего прошлого и направленность в будущее, это есть некая критериальность? Я не очень понимаю, что значит критерий. Ну, то есть у нас есть некая данность, которую мы принимаем за реальность, есть некоторая данность, с которой мы отказываем в реальности. Внутри своей субъектности, своего субъектного мира. То есть это... Я бы сказал так, вот когда у нас есть какая-то данность ежесекундная, да, сейчас... То есть если она нетепоральная, то она заведомо нереальна. Нет, 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 как раз напротив. В первом... То есть вот что... Мне проще сейчас сказать, прежде чем говорить о реальности как таковой, о том, что называется объективной реальностью, да, вот этой научной. Вот, объективной. Вот, объективной реальностью становится то, что в этом времени выживает. Вот. Что как бы, несмотря на смену, смену данностей, вот эту чехарду, сохраняет себя. То есть то, что в нашем опыте остается присутствующим. То, что сохраняет себя перед нами во времени и тем же самым способом сохраняет себя нежнежнонами. Ну, по сути, это просто развернутое описание опыта. Опыт, он в себе содержит именно эту временность. Опыта нет вне времени. Ну, опыт надо повторять. Нет, научный опыт это воспроизводимость. Само слово воспроизводимость подразумевает уже время. То есть как бы специально акцентировать на этом. То есть можно, когда мы говорим эксперимент и опыт, деятельность, она подразумевает уже время. То есть здесь можно было представить деятельность, эксперимент и опыт вне времени, тогда можно было это как концепцию вводить. А так она включена... Не совсем так, потому что это ведь относится не только к науке, но каким образом это, допустим, к философии, допустим, каким это образом относится. Вот я все-таки вернусь к тому же языку своему любимому. Если мы посмотрим на язык, то мы поймем, что слово, сказанное однажды, единый раз, оно не может что-то значить. Вот это вот слово, которое возникло просто как указание на присутствующую здесь данность. Вот есть данность, я придумываю какое-то слово, каким-то образом произношу его и указываю одновременно. Но когда данность идет, оно не сможет значить ничего. Каким образом язык возложен? Каким-то странным образом бесконечно... Он должен уж это слово и это соотнесение должно уже бесконечно много раз повториться уже до этого, чтобы что-то значить. То есть в конце концепте знака присутствует как бы какое-то предшествующее бесконечное повторение. Есть такая некая теория звукоподражательного устройства языка. То есть на самом деле когда придумали язык, подражали как предметам. я хочу сказать, что здесь нет специфики именно какой-то по времени, потому что это любая деятельность подразумевает, и специфики языка любая деятельность подразумевает повторение и воспроизводимость. Я просто позицию Антона немножко с другой стороны освещу. Антон почему-то вдруг решил, что время как бы объективно сразу. Это странно. Нет, не время. Смотри, ну у тебя получается, что как бы... Нет, ну конечно, я говорю аналогично. Процентренность, объективная реальность она справляется в том, что вот само как бы объект не во времени находится, и как бы просто субъект вдруг это обнаружил, как бы вот он там удивился и прочее. А если думать, может быть, ситуация-то обратная, сам субъект себя сохраняет, в том числе и сохранил весь мир. То есть мир на самом деле только тогда стал чем-то во времени, только тогда стал чем-то инвариантным и самодождительным, когда субъект себя сохранил. То есть для животного, который себя не сохраняет, и не имеет самосознание, у него мир это просто какая-то каша какая-то, на которую он должен реагировать. Ну условно говоря. Это гипотеза. Да, я говорю, животное в таком каком-то условном, животное, которое как бы себя не сохраняет. Конечно же, животное как организм сохраняется естественно поэтому это вариант с хранятся присутствует естественно нам надо всегда апеллирует чему-то дальше понять о чем речь идет и поэтому когда мы говорим о самосознательном субъекте как человек то поскольку мы себя сами сохраняем во времени то и все что связано с убитку точно также сохранился времени как бы было было предположим было так аники хаос был в этот хаос вошла как бы вошел субъект как своего рода там . что он самосохранится и все вокруг как было сразу как бы уплотнилась как бы изгустилась в соответствии с тем может она самосохранится вместе субъектами или нет да вот возможно такая точка зрения вот но опять же они рука да но у меня . зрения другая опыт так сказать и различные следы в том числе психологического характера скорее показывают что мы в своей самотождественной опираемся на вот эти тождественные вещи мы окружаемся все underscore или тождественными вещами чтобы сохранить себя здесь и спине позиции мы мы создали мир тем что самосохранящий или мы стали самосохраняться благодаря тому что мы живем в мире который сам сохраняется и тем самым наше самосохранение является как бы косвенным естественно только косвенным намеком на то что мир сохраняется если мы считаем вещи и явление как несколько объективно данные, а не наши продукты. Тогда да. Смотрите, Александр, вот к чему же идет адресация эта постоянно? Идется к первой главе феномологии духа Гегеля, ко второму пункту идет адресация. Отсюда возникает идея о интерсубъективности. Что там состоит? Значит, первое мы это прошли, когда на смену дню приходит ночь, истинно связан с этим выдыхается, мы забыли. Но у Гегеля завтра дальше идет замечательное утверждение, что теперь мы думаем, что здесь есть дерево, а не человек, да? А другой я, он так говорит, другой я, думает, что здесь на самом деле находится дерево. Я думаю, что здесь человек, а дом и дерево, да? Нет, ну понимаешь, он не мыслит там временность. Я не согласен с тем, что адресация идет туда. Нет. Потому что у Гегеля временность не раскрыта там в этом ключе. У него временность это просто случайная форма. Время точно так же, это другая форма восприятия, ничем не отличающая. От пространства он относится только к первому пункту. Ко второму пункту оно не делает. Но что у него там есть? Почему это место так любят в 20 веке? Потому что там есть интерсубъективность. Один я, говорит, здесь Гегель, думает, что здесь дерево, а другое я. Думает, что здесь человек. Почему они здесь важны? Здесь нет никаких разговоров о реальности. Он занимается философией, и в этом смысле он ищет, в первую очередь, непосредственное. То есть, реальность, это то, что непосредственно. Почему эта герала важна? Потому что вот философская понятия. Непосредственно. Непосредственно. Называется истинно-чувственная достоверность. Истинно-чувственной достоверности. Оказывается, что достоверность есть, а истинности нет как таковой. Но тем не менее, вот это здесь. И вот в этом самом первом, во втором пункте вдруг обнаруживается, что он, то есть Гегель, вынужден оперировать двумя я. Я, который в том же самом месте и в то же самое время видит дерево, а я в том же самом месте и в том же самом, ну, видит там дом. Вот это вот такова. Здесь времени действительно нет, получается, в этой... А важно здесь, я замечу, что. Важно, что пример, который приводил Булат в своем докладе, он не укладывается в эту схему. Когда некто видит дерево и, подходя ближе, уже став тоже как бы другим, я считаю, видит человека. И при этом делает странным образом вывод, что он ошибся в своем восприятии. Не просто, что он видел одно, а теперь видит другое, а он отождествляет и объект, хоть он поменялся содержательно, поменялся в своей определенности, и он отождествляет себя. Да, а у Гегеля шел-шел-шел, а пришел уже не ты, а кто-то другой. Я продолжаю мысль к тому, о чем я, о философии. Значит, есть объекты, столы, деревья, а есть философские объекты. И вот я сегодня читал-читал у Гегеля и прочитал там вот некий философский объект. И он для меня действительно есть, и он сохраняется во времени. На завтра я буду читать эту же фразу, он для меня будет именно таким же. А потом нет. А потом пройдет год, год. И я буду читать, и говорю, какой я глупый. В этом же самом месте сейчас я вижу другой объект. Это как объяснить несохраненность объектов. Где реальность была, тот был объект реальный, или следующий объект реальный. И потом он опять поменяется на другой объект. Ну вот я и говорю, собственно, о том, что вот это различие между реальностью и данностью, и возможность отрицать данность. Данность, да, мы отрицаем. Да, тот волевак, про который говорит Булат. Продвигается с моей точки зрения. Из-за того, что мы имеем опыт вот этой смены одной данности на другую. Я не берусь ответить, где реальность. Это действительно есть некое решение. Вот, и причем здесь есть определенный диктат, тоталитарность определенная настоящего момента. Понимаете, я настоящий всегда, ну или почти всегда. Ну почти всегда, да, не всегда на самом деле. Буду настаивать на том, что то, как я сейчас вижу, вот, я просто веду себя точно так же, как вы говорите, что субъект ведет себя в отношении других. Я точно так же веду себя в отношении себя вчерашнего и даже себя будущего. Да, но при этом структура-то та же самая, взаимоотношения с ними. Да, структура, когда мне данность дана, сохраняется во времени. А как происходит смена? Почему я увидел одно, потом другое? И это не ошибка. Если когда мы говорим про дерево, про человека, про дом, мы понимаем, что это ошибка, когда подошли. А здесь не ошибка. Я точно так же уверен в данности этого объекта, как был год назад уверен в данности другого. Тут ответ такой, что и вы изменились. Что-то изменилось. И вы изменились. И значит реальность. Наша данность меняется вместе с нами. И мы, находясь внутри своей данности, своей субъектной действительности, вообще не можем говорить о какой-то реальности, что сохраняется вне нас. Но вы все-таки можете понять себя прошлого. Вот что интересно. Не всегда. Ну, не всегда. Но в какой-то мере можете. Можете даже вернуться. Можете попробовать, так сказать, помыслить, как тогда было. Вы в какой-то коммуникации находитесь. Вот о чем я говорю. Ну-ка, мы-то перечлили на какую-то данность экзистенциальную. И не на ту данность, которую мы долго обсуждали. Нет, но речь идет о том, что есть объект, и на объект не что, а какое-нибудь утверждение. Конечно же, есть экзистенциальные данности. Я сегодня считал, что вот так вот, а завтра по-другому посчитал. Сегодня мне хорошо, завтра плохо. И прочее, как бы, сегодня не один, завтра другой. Ну, как бы, этот разговор какое отношение имеет, собственно, к разговору, о реальности? Нет, именно, насколько для меня реально сейчас этот микрофон, настолько для меня реально некоторая идея. И я считаю, что здесь нету кота на столе. И точно так же я могу считать, что в той книге о том, что мне говорят, не написано. Нет там того. То есть это такой же объект. Такая же форма. Вот если посмотреть цель того, вот и зачем мы вообще пытаемся в данности разобраться? Да, казалось бы, ну вот есть данность, зачем мы копаться, разбираться, что реальность. Понимаю, и все на... Всегда речь идет о том, что мы же как-то дальше двигаемся. Мы хотим действовать. Мы же не просто остаемся вот созерцательными существами, на что-то, зашипнили все. И когда мы начинаем действовать, мы начинаем действовать не из-за того, что вот нам сберло там как-то произвольно, там что-то в голову, а мы начинаем действовать в соответствии с тем, как устроено. Да, пытаемся избежать как бы ошибок, и пытаемся понять, как на самом деле устроен. То есть, вот это на самом деле вдруг возникает, когда ты реально действуешь. Не когда ты созерцательно, как мудрец, сел там, по-моему, проявляешься. А в действии проявляется каждый раз, ошибаешься это или нет. Это и есть опыт. Или практика, я говорил, или прочее. Ты в самом действии вдруг выясняешь, что это не правильно. Нет, я читаю, перечитываю 10 раз, я обсуждаю это с теми, кто одинаково мыслит, и мы приходим к общему мнению, что там действительно так, это наш действие, наш опыт философский. Но рядом сидят другие люди, которые говорят, вы ерунду пишете, вы ерунду говорите, там совершенно другое. Ну да. Вот, и поэтому это та самая деятельность, в которой выявляется, то есть, если бы это было только мое, то я бы засомневался. Хотя тоже моя данность, она, кажется, человек себя абсолютизирует. Но если я найду 10 человек, с которыми будем обсуждать, и при этом произносят некие фразы, продолжать друг за другом, и будем одинаково понимать термины, это будет та же деятельность, что я буду идти по лесу и не токаться на деревья. Это та же самая данность. Не очень понял. Можно я просто вернусь к возражению Антона, просто оно любопытно звучит. На самом деле, Антон, насколько я опять же понимаю, я хотел сказать, что замкнутый субъект, это иллюзия. Я хотел сказать, что в вашем построении вы опираетесь на то, что еще не продумано, и ту проблему, против которой вы боретесь, она присутствует и в структуре вашего построения. То есть у вас, на самом деле, есть такое предположение, которое до всякой федоменологии, что субъект замкнут. На самом деле, мы так думаем, что классическая философия тоже на этом наставила, что вроде как субъект замкнут, и он должен изнутри вот этой замкнутости, ну замкнут он в данности, вокруг него окружается, содержательность какая-то пестрая, он не замкнут, и он как бы должен разобраться и найти проход как бы некой объективной реальности к тому, как на самом деле разобраться на свой страх и риск, как мы говорили, там, экзистенциально, он должен решить и прочее. Там много что он должен сделать. А Антон же еще, а что говорит? Да нет такой замкнутости. То есть изначально, уже как бы в самой сердцевине и самого, что уже есть разумность, уже есть трансценденция, она возникает не как то, что где-то вот у меня есть шарик такой вокруг меня, моей данности, и где-то за пределами этого шарика какая-то там вещь себе, трансценденция и прочее. А уже в самом как бы устройстве субъекта уже есть разумность и разорванность. Нет никакой такой... Да. Именно поэтому у нас возможна совместная деятельность. То есть поскольку я так... То есть моя разумность, то есть она в прошлом и проявляется в будущем. То есть я не просто чистый лист какой-то и мне что-то дано, и я в нем не знаю, что делать. А мне это дано только потому, что я такой так воспитан, так образован, и я имею такую физиологическую структуру, что я именно так... А именно потому, что я живу в социуме, я вижу приблизительно одно и то же. Мы предполагаем, что одно и то же. Нет, просто, опять же, философское-то в чем-то было возражение. Это же возражение всей классической философии. Потому что вот Гитаром Хайдинге как бы начал о времени это говорить. Потому что возражение как раз состоит в том, что вся классическая философия пыталась время элиминировать. Потому что про древних можно вообще так как бы это очевидно. А даже и Си Дигеля взять, который пытался время внедрить, и все равно у него времени нет. У него все равно там абсолютная идея, она так где-то гордереет на простор. Все равно нет времени. И как бы впустить время это и означало как бы отказаться от вот этого странного субъекта, который замкнулся. И это и означает, что как бы вообще поставить вопрос и все по-другому. Да, как бы вот есть какой-то странный, феноменальный опыт, в котором изначально не субъект какой-то присутствует, в самом понятии субъекта уже присутствует это даже действовление, которое как бы очевидно. А вот некая вот реальная, вот как говорит Хайдинге, это некий дазань, реальная экзистенция, которая вот на свой страх и риск как-то действует в каком-то вот таком разорванном мире и постоянно разорванном. И как бы возвращается он с себя, к себе это каким-то сложным способом, а не таким, как вот это классический философия, типа рефлексии, как бы и все стало ясно. То на самом деле возражение это серьезное. Если его продумывают, что вот время оно фундаментально, вообще говоря, является возражением это всем, как бы там, философам, ученым, вообще всему как бы науке, всей науке, всему научному дискуссу. Получается, что именно как бы если видит это вот философий Хайдингер такую позицию, то получается, что Хайдингер вины противостоит даже фитоминологии. Но если быть... Фитоминология ведь тоже наставит, что Хайдингер может быть... Если быть совсем точным, это, конечно, Хайдингерянство, но это Дорида. Вот. То, что я сейчас высказал, это как бы, как Дорида критикует гусс. Ну, а можно еще продолжить и отдельную тему, то есть сейчас не буду затрагивать, поговорить о темпоральном человеке, его соединить, то есть в моем смысле, темпоральном. То есть когда мы можем говорить, что... То есть я бы так сформулировал уже окончательно, сейчас вообще будет, может, непонятно, что, во-первых, мы дождественны нашей действительности. То есть нет отдельного событий субъекта, есть нет отдельных событий объекта. Это одни и те же события. Ну, скажем, математическое множество и себе представить, математическое множество. Можно, кстати, на компьютерной аналогии себе представить. Есть программа события, да, и есть отображение на мониторе. Вот отображение на мониторе и сама программа, это одно и то же, одни и те же события. То есть нет отдельно отделенного картинки на мониторе, какой-то где-то присутствующей, и где-то отдельно существующие программы. Это все одно и то же, просто на разных уровнях. Так вот, субъект и его действительность – это одно и то же на разных уровнях. И они одновременно разрастаются, одновременно схлопываются. То есть мы, когда говорим «не объекты», это не остается субъект. Или когда «не субъекта» остаются объекты, это все одно и то же. И плюс следующий шаг мы делаем, что и нижний уровень для нас для всех одинаковый. То есть мы все реализованы на одних событиях. То есть можно себе представить, скажем, некую нижнего уровня программу и несколько субпрограмм на дне работающих, и у каждого монитора. То есть мы все на одной и той же программе работаем, на одних и тех же событиях. На одной и той же базе. То есть то, что мы говорим «реальность», называем «реальность», она не феноменальна, не объектна. Она представляет, то есть вводит некоторые понятия «клеточный автомат программы», то есть это не нечто такое, на чем мы на одном и том же надстроены. Надстроена наша объектная данность феноменальная, и мы сами. И все это просто разные уровни, что снизу, что сверху, одно и то же. То есть если обращаться к трансреальным практикам. А время здесь присутствует именно как объем того, что занимает в этом универсуме субъект. Ну да, я мог бы добавить, я когда думал, продумал этот доклад, я немного вспоминал вашу теорию темпоральных объектов, в хорошем смысле вспоминал. И она могла бы выступить как бы контраргументом. В том смысле, что если, допустим, какой-то объект, если данность имеет не только пространственный объем, условно говоря, но и временной, если она сохраняется не потому, что она сохраняется, а потому что это все еще она же. Она уже присутствует. Да, потому что она присутствует не в настоящем, а как бы во времени расположена как в пространстве. Можно было бы, казалось бы, обойти эту проблему, о которой я говорил, проблему как бы сохранения тождества объекта, допустим, что это один и тот же объект. Потому что он действительно один, и он просто расположен во времени. Но бывают же как бы и прерывающиеся объекты, то есть вот был объект, потом как бы тишина, условно говоря, если мы про звуки говорим музыкальные, мелодия и так далее. А потом, допустим, через год я слышу то же самое, или через год я встречаю тот же самый объект, и каким-то образом способен их отождествлять. Хотя в моей данности присутствия, временного присутствия, он пропадал. Темпоральность это немножко не то. Это не хрональная протяженность. Не то, что было вчера и сегодня. А это, то есть если говорить точно, то наше сейчас, сейчас вот. Оно разъядано. И в нем присутствуют феноменально данные объекты, которые нам пространственно даны, потому что они сразу даны. И есть другие объекты, которые как бы шире нашей темпоральности, они нам не даны сейчас целиком. Мы не можем, мы их воспринимаем только во времени. Вот наши мысли мы можем только продумать. Она как бы, ее нет, вот вы остановили, ее нет вот здесь. Она только существует как темпоральная. И она больше нас. То есть объекты, она во времени. И ошибка происходит именно тем, что мы есть все это. Все же, ну, это нужно очень сложно думать. Еще замечание, как бы, на самом деле, вот Антон, уступая с этим замечанием, где-то замечание, как и выяснить, реально, как бы, просто опрокидывает всякую возможность философии. Потому что, как ни крути, философия как раз занималась бытие, которое всегда было вне времени. И как бы там Хайдегер не пытался бытие и время как-то соединить в каком-то там своем дискурсе, это не удается. Потому что, ну, так устроена, на самом деле, видимо, вот сама философия в своем дискурсе, что вот все-таки, когда мы мыслим, там мы мыслим что-то вне времени, да, на все идеи, а не вне времени и прочее. И вся наша логика вне времени. Поэтому вот желаемое, может быть, Хайдегри дает все-таки желаемое за действительное. Не удается ему быть и время совместить. А если удается, то только такие способы, что философия наступает в конец. Потому что это не Дереда, говоришь, а не Хайдегер. Ты правильно, антология построена, ты правильно, антология, в которой совмещена. Нет, ну просто видите, еще тут проблема. Не философия? В том, что философия, нет, конечно же, это тоже философия, просто философия всегда хотела быть некоторой рода обоснованной. И главное, что она в этом субъекте чувствовала себя в безопасности, как бы в этой сфере субъекта. Что там-то у нее нет никаких неразрешимых проблем. Это вот выходить к другим, вот, с этим, конечно, сложно. Какой-то объективной реальности, к реальности вообще как таковой. Вот это проблематично, и вы это показывали. Но когда выясняется, что в самом сердце, в этой цитадели субъективности присутствует вот этот раскол, и в ней присутствует отнесенность к себе как к другому, то есть в ней присутствует, так сказать, двоение вот это. Это ведь то же самое, что сказать, что время, вот это настоящее, содержит в себе, что оно не есть точка, да, а что оно содержит в себе напряжение, различие между будущим и прошлым. Не, просто когда, может быть, все современные философы употребляют, что, как бы, вот, концепт бытия надо отбросить, да, как, за не надо быть, что реальность нет и прочее, может, они имеют в виду, что вот как раз не удается, как бы, сшить, да, бытие и время, и, как бы, так, и этот разрыв вот бытия и время так и остается. И либо мы, как бы, остаемся в старом классическом смысле философствования, где обсуждают бытие, там, это Гегель, Кант и прочее, либо, если мы переходим на новую рельсу, там, или, да, то мы на самом деле покидаем. Что проблема с бытием? Я все-таки не понимаю. Я тоже не понимаю. Дело в том, что бытие мысли, она вне времени. Вне времени бытие изначально нечто, как бы, это не коридорит. Она же феноменальная не дана, она же встанет отсюда. Это некая, она только удерживается, как мысль. Нет, ну, фактически, фактически, вот это удерживание себя, как себя, вот это самое то же, и удерживание объекта, как объекта, того же самого, не может происходить иным способом, как удержание идеальности какой-то. То есть, когда ты говоришь стол, и в следующий момент говоришь, это тот же самый стол, ты, конечно, удерживаешь идеальное. То есть, вот это, как бы, двоение мира, скажем так, на данность и на нечто идеальное, что сохраняется в данности или исчезает. Нет, смотри, это не идеально. Ну вот, иными словами, когда над данностью вдруг, над данностью, приходящей, временной данностью, вдруг, каким-то чудом, возникает язык, язык, и язык, дом бытия. Все. Вот он каким-то чудом. Вот смотри, вот именно Хадигер так и хотел пришить к этому бытию время, да, хотел через язык взять язык, как бы там, проектировать, сказать, что это дом бытия, но это не удается. Это лишнее. Смотри. Язык это факт, просто. Смотри, смотри, еще проблема. Проблема состоит в том, что идеальное это нечто такое, ну, как бы простым языком, чтобы просто объяснить, вот эту пробу, они просто имеют простоту. А реальность, в том числе, стол, он бесконечно, на самом деле, по своей характеристик, как имеет содержание. Идеальное, идеальное. Когда мы говорим стол, на самом деле, мы возводим вот это, вот это вот нечто передо мной, твое вещь в идеальное. Нет, мы не говорим дире наiece стол, чтобы увидеть этот стол. Смотрите, пока эта проблема, пустится, по поводу того, Видим ли мы стол, если мы не знаем, где есть стола Нет, важно Когда ты сказал, что мы удерживаем идеально Это не так Мы не удерживаем Для того, чтобы стол увидеть в следующий раз Мы должны иметь идеальность Даже может быть Я говорю, почему здесь апеллируют к языку Потому что, может быть, это удерживаем и не мы Вот опять же, все время присутствует Вот эта вот Концепция Концепция того, что Есть субъект, который валит, который что-то удерживает Но если субъект сменяется Другим субъектом во времени Если субъект сменяется другим субъектом В интерсубъективности То удержание, может быть, происходит Ну, я не знаю, как Совместными усилиями Мы должны различить Все-таки два дискурса Платоновский, ну, вообще классический дискурс И тот дискурс, о котором ты пытался вести На самом деле Различию подвержено Ну, как бы, все Для того, чтобы что-то отождествить Это, как бы, почти невероятно Потому что все различено изначально Мы, как бы, попали в некое пространство В котором есть бесконечное различие И отождественность возникает только как повторение И то, если возникает И так вот, в этом бесконечном Различенном пространстве, на самом деле, проблема И состоит в том, что никаких-то идей тут нет Потому что идеи не из этого мира Мы идей туда можем спустить и спректировать Ну, все правильно Теперь мысль простая Как маленькие и плюсы Мысль-то простая В чем состоит? В том, что Когда мы говорим, что решением этого вопроса является язык Мы апеллируем к факту Мы говорим о том, что язык не мог бы существовать Тем способом, о котором ты сейчас говорил Язык существует именно идеальным способом Иначе бы мы не могли его понимать Правильно И теперь я тебя добавляю Это и означает, что язык – это не способ дом бытия Язык – это способ, как и мы насилуем бытие Как насилуем природу детей Можно так сказать, да Мы на самом деле навязываем мир Мы говорим, что Вот будешь столом, будешь идеальным Вот эти идеальности, которые мы обнаруживаем в языке Мы как бы считаем, что они на самом деле Ну, так и наука так же насилует Дело в том, что мы насилуем это бесконечное пространство различия Присваивая вещам, как бы вот эти слова Но это другой разговор И это не говорит о том, что сами вещи таким способом существуют А может быть и вообще нельзя о вещах как таковым говорить, да? И непонятно Здесь вообще все повисает Все как бы бесконечно разлагается на эти различия Разваливается, разваливается И мы живем в мире хаос Но ведь это же опять адресует к источнику Я не знаю, ты не знаешь, что это источник все-таки? Или ты не знаешь, куда это адресуется? Он разбирает феноменологию Гуссерля И разбирает там понятие выражающего знака И знака как отсылки Собственно, я все-таки поясню, чтобы было ясно контекст То есть Гуссер строит свою феноменологию У него все хорошо У него есть как бы вот эта данность И чтобы сделать из этой данности Из ее, так сказать, наблюдений феноменальных науку Ему нужно каким-то образом фиксировать то, что он наблюдает Вот этот феноменальный субъект Вот Каким образом это делать? Он говорит о дискрипции Вот мы понимаем, что это очень проблематичная вещь Во-первых, язык нагрушен разного рода интерпретациями Там, смыслами Как его очистить, да? Как вот эту феноменологическую редукцию произвести? Неясно Но тем не менее, говорит он Давайте представим, что это какой-то воображаемый язык Который рождается прямо здесь и сейчас И он говорит, что знак это не только указание Куда-то там Указание туда, как бы, что не дано На то, что не дано Но это может быть и выражение того, что есть здесь Вот что-то передо мной есть, и я выражаю Я даже могу не произносить этого слова Я даже могу никому его не адресовать Я просто Но Дорида, разбирая вот это темпоральное субъекта Показывает, что такой знак нижнеспособен И что всегда Коль скоро как бы пытается сохранить для себя некий смысл Вот этот финальный субъект, он вынужден Оперировать знаком, как вот этим указанием Знаком, как отсутствием Вот И тем самым для себя он является всегда вот этим Отсутствием Ну так Ребята, это разбирается, конечно, в тот же самый текст Который называется истинно-чувственной достоверности Да нет Да, абсолютно Речь идет именно о его третьем пункте, наверное, тут же раз Не о втором, а о третьем Это, Игорь, это значит, что ты читал Гигель и очень любишь Вот, и конечно, все будут разбирать Гигель Конечно же, Гигель разбирал все эти проблемы, бесполно Да, и надо просто посмотреть на решение Гигеля аналогичной ситуации Ведь он говорит следующую вещь Но теперь у меня не дом, не человек, не день и ночь А передо мной просто простое это Я не отворачиваюсь от него Я не жду, когда придет другой явно, это же самое место Я просто смотрю на это и пытаюсь его высказать Но высказать его невозможно по той простой причине, что пока я его высказываю в качестве этого Оно перестает быть этим, вот тем самым Вот это же его же построение просто Это же фактически просто обновленная констатация, что чувство один к одному Изменений Да, 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 да И что в чувстве невозможно найти истину Сам ты с этого начинал Да Там есть только достоверность, то есть есть бытие, а истины нет Истина где-то другой Да, конечно, конечно А именно потом выяснишь, что мысли И парня Гигеля совершенно этот вопрос не озадачивает Хотя практически он делает дословно то же самое построение И уже вопрос этот не озадачивает Ну а то, что у него не озадачивает, это значит, что у него как бы не проблематизировано Ну, как же Нет, давайте все-таки как бы на высоту-то проблем поднимемся Мы можем, конечно, все свести к Гигелю, но только Гигель просто из другой парадигмы вещает Просто тут проблематично это все состоит Вот смотри, само Вот В фейварде есть в последнее время В философии есть такой какой-то такой Знаешь, как это называется Философия пытается сама от себя отстраниться То есть это Она как бы Вот свою задачу, да, которая была изначально у нее поставлена Да, найти какое-то истинное, да, что-то Само положение вещей Понять, как на самом деле устроено Она как бы покидает, да, и пытается какие-то новомодные конструкции устроить Потому что если вдуматься, на самом деле Вот Ту крайность, которую ты рассказывал, где ли, да Она ничем не лучше той крайности, которая в классике Да, в классике все это время эллиминируется Там все бытие какое-то, да, там Как бы какая-то Ясный мир идей какой-то, да, какой-то истинный и прочее А здесь как бы обратно Что-то все течет, как бы все там Все изменяется Каждую секунду новое солнце там и прочее Понимаешь, но эти два полюса Они именно взяты просто потому, что мы вот не умеем Фактически, и, может, не хотим, да Философствовать как бы именно феноменологически Мы каждый раз придумываем концепции Потому что вот это вот бесконечно развлеченное пространство Точно такая же концепция, как и то, что на самом деле есть Какое-то светлое солнце, как бы, да, без времени А если вы говорите философию, а не концепция? Нет, просто попробуем Проблема состоит в том, что феноменология не так, как она у Гусель была А так, как она как идея заявлена Она же пыталась вот именно выяснить А как на самом-то деле? Вот без концепции вашей Вот много концепций разных есть А давайте вот концепцию пока отложим Соберемся и попытаемся разобраться, как на самом деле Я понимаю, что в этом много сложностей Можно с одной стороны... В этом самая большая сложность, потому что никакого на самом деле Где концепции нет Нет, ну проблема феноменологии действительно была Собственно, с точки зрения вот этого вот пассажа, который я выскал Проблема феноменологии была в том, что Она может быть вот эту истину текущего момента и могла стяжать Вот, но сохранить ее Сохранить ее Стать наукой Геггер здесь абсолютно однозначен Геггер говорит, что и высказать Чувственной достоверности невозможно Ну высказать в каком смысле? Высказать для другого Высказать в каком смысле? Высказать для другого Возможно, но никак философия Я могу молча смотреть и... Об этом и говорить Нет, об этом и говорить Нет, Геггер говорит, что можно только молча стоять и находиться в достоверности В итоге, в обык какой? Что достоверности нет? В какой истинности нет? Но можно молча... В чувственной достоверности В чувственной достоверности В чувственной достоверности Нет и истинности И животные тоже сомневаются в истинности чувственных вещей, напрасываются на них и пожирают. Это вот такое... Волки. Животные. Да, и тем самым возводит на самом деле удостоверенность восприятия. Внимое. То есть он видит, что мы собираем с конкретно чувственного начинаем, а приходим ко всеобщему. Вот так он говорит. Наоборот, прямо противоположный. Смотри, переход, мы уже много раз обсуждали, а чувственное удостоверенность восприятия, там есть скачок сильный. Да, скачок есть. Да, и поэтому пока... Ну, важно, я не могу, чтобы Гегеля пока дискурс его оставил. На самом деле, если просто... Да, нет, нет. И с проблемой той, которую мы просто хотим высказать, Александр ведь прав. А какая бывает другая философия вне концепции? Да, и не получается ли так, что может быть вообще никакой философии нет? Нет, 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 нет. Она занимается конкретными счастностями, и все. Благо. Концепция – это и есть философия. То есть, скажем так, вот Феменонов поставил перед собой задачу, ну вот обойтись без концепции, и увидеть, в кавычках, как на самом деле. И вот он это все почувствовал, все это не обдумал, вот что-то у него там творится. Какой выход у него? На выходе что? Нет, ну главное, что даже... А что на выходе? Нет, на выходе во что? На выходе концепция. Нет, 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 дело так. И дальше стоит, давай, следующий вопрос. Александр, можно я добавлю, добавлю просто маленькую вставочку? Я за вас, за вас. Дело не в том даже, что на выходе концепция, на входе. То есть, обойтись без всех концепция – это уже концепция. Нет, нет, нет. Это очень серьезная концепция, да. Я даже не обсуждаю, я тебе уже сказал. Я просто хочу дальше быть продолжим. На выходе всегда концепция. Встает только вопрос. Неужели феминолог думает, что его концепция, которая будет на выходе, она будет являться нечто отличающейся от других концепций, которые не феминологические, а скажем, по-другому. Все равно будет одна из теорий, и ни лучше, ни хуже. Происходящее, то есть, я могу исходить из Бога, я могу исходить от себя, я могу исходить из материи. И исходить из феминологической давности – это такая же концепция. И на выходе получится концепция… Заметьте, в этом парадоксальность философии. Она, как правило, обосновывает, что уже и так есть. Она редко порождает свое какое-то содержание. Она просто берет содержание, этику какую-то имеющуюся, еще какую-то концепцию, и пытается ее обосновать. Вот я приду здесь и обосную. И сделаю вам всем хорошо. Точно так же и эта феноменология, она возникает, ведь как проект обоснования науки, гуманитарной науки типа психологии. Вот она как себя мнит. Естественно… Не, если думать, феноменология, итог феноменологии ведь какой? Не надо заниматься феноменологией, науки занимаются своим делом. Зачем вторгаться в это дело и там чем-то заниматься? По сути, феноменология занимается по-настоящему какие-то конкретные учебные, которые в конкретной своей части что-то там описывают, что-то там регистрируют. Вот они занимаются феноменологией. А феноменолог пытается думать, что какой-то специальный феноменологический опыт какой-то. На самом деле, вывод-то отсюда такой, что философии нет просто. Всегда последний вывод, который получается из всех таких посылов, давайте как бы… Это что, философии нет просто? И мы занимаемся вот просто… Не, ну вывод же неправильный. Это и есть философия. Сам-то вывод же неправильный. Сам, понятно, философия – это и есть философия. Ведь казалось бы, вот это место с тем, что вот это самое «это» высказать невозможно, потому что тот же язык, все же говорят, Гегель не работал с языком, он ничего себе не работал. Да дело не в высказывании. Дело в том, каким образом… Вот Гегель говорит, было дерево, стал дом. Первая часть. Да, да, первая часть. Уже здесь не ясно, каким образом он соотнес дерево и дом. Каким образом я соотнесен с домом ясно, каким образом я соотнесен с дерево… Я тебе расскажу, каким способом он соотнес. Не тем, что он дерево с домом соотносит первоначально, а тем, что у тебя сознание – это есть отношение знания самим собой. А знание – есть не что иное, как форма определенности. То есть у тебя фактом является не то, что день наступил на смену ночи, а тем, что у тебя определенность как таковая, и смена дня и ночи. Вот что там является фактом. Можно еще маленький докладник? Понимаешь, да, разницу? Нет. Философии. Дело в том, что почему на самом деле... Не одно сущее наступает на другое. Сущее, как некий концепт одно. А то, что у тебя образуется, всего лишь есть граница. И эта граница, смена одной границы-другой, указывает на то, что непосредством здесь является именно знание. То есть и сознание. А знание по своей определенности есть форма... Нет, то, что у Гегеля вывод какой делается, я понимаю. Но откуда... Нет ведь никакой границы, как таковой. Определенности. Определить, значит ограничить. Если знание есть, значит форма определенных. Сначала пару определений бросим, а потом будем на соседоне. Ну, а как еще? Определить, значит ограничить. Не, это же не феноменология. Феноменология, конечно. Определить, значит ограничить. По-другому нельзя. Законите. Я хотел еще пару слов сказать. Что у тебя карточка заканчивается? Как должна действовать в этом случае, если нет вопроса о бытии, как должна была бы действовать философия? Она должна была найти некую новую область и сказать, что я специалист этой области, назвался медиафилософией, и занимался какой-то медией. И вроде как есть новая такая, в кавычках наука, которая занимается какой-то особой областью. Почему все-таки классический дискурс никак не умирает? Ну потому что философия возможна только как классическая философия. По-другому она никак не возможна. Вот в этом проблема. То есть постклассическая философия, все, что она пытается высказать, она просто может сказать, что нет философии. И всеми своими телодвижениями она просто постоянно говорит одно и то же, что философии нет. И больше ничего, никакого смысла постмодернист со стороны философии нет. То есть даже и Деррида, когда он это говорит и многословно об этом рассуждает, он фактически просто вывод такой статист. Но нет философии. Нет, я говорю, это вывод, конечно, дело не то, что он такой декларирует, а дело в том, что своими действиями он практически вынуждает к этому вруду прийти. Я не имею в виду, что нельзя философски создать систему, все можно создать. Но в том смысле, что философия всегда была неким вопрошением бытия, вот этот смысл, если его нет, то и социально. Я бы сформулировал, что философия постмодернизма это философия философии. Это философия, но философия философии, то есть предметом постмодернизма является классическая философия. И она философствует, как бы опосредованно и на все предметы классической философии, но только опосредованно через данность классической философии. и это тоже некая философская тема отчасти, конечно, так это в основном, как правило, чтение текстов но это именно деконструктивизм постмодернизм, я не знаю, это очень широкое понятие туда, кого только не валят в любом случае постмодерн это постклассическая философия и ее пост заключается не в том, что появились новые предметы а новых предметов по сути не появилось если не считать усиленную акцентацию на языке ну, наверное, да а так предметом осталась классическая философия все, что обсуждается, это то наследие ладно, да